МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Утренний эфир. Продолжает программа Зона Икс. Я Виолетта Соколович. Здравствуйте. И следствие разбирается в деле наркокурьера из Мозыря. Фигурант арестован. По сообщению гомельской милиции, машину ныне задержанного остановили по дороге к месту закладки в Койниках. При осмотре его личного авто было обнаружено 17 фасованных свертков по полграмма каждый. Часть закладок уже после оперативники наркоконтроля обнаружили в тайниках. И по заключению экспертизы у дилера был изъят психотроп альфа-ПВП общей массой почти 110 граммов. Известно, что мужчина начал работать на наркомаркет около месяца назад. Товар получал в тайниках на территории Калинковического района. Затем фасовал и делал закладки в Мозыре и Ельске. И отметим, что в ассортименте этого курьера был не только альфа-ПВП. Уже у него дома во время обыска нашли и таблетки ЛСД и другие наркотики. Обзор криминальных и чрезвычайных происшествий далее в программе. Организаторов и пособников канала доставки нелегалов в Беларусь устанавливает милиция. Под Минском на днях задержали почти 100 иностранцев. Если говорить о географии, то это Алжир, Афганистан, Египет, Йемен, Ирак, Сирия, Марокко и Пакистан. Операцию в агрогородке Михановичей провели специалисты отдела по гражданству и миграции и ОМОН. По сообщению, все 94 мигранта приехали в нашу страну из России наземным транспортом и планировали далее в Западную Европу. Белорусских виз у них не было. В итоге половину нелегалов оштрафовали, часть задержаны до выяснения личности, некоторые уже фигуранты уголовного дела, а 27 человек принудительно выдворены из страны. Сыщики Витебска раскрыли убийство спустя два с половиной года. Конечно, здесь была совместная работа. Это и следователи, и эксперты. Преступление из категории бытовых. В июле 2020 года в Орше в квартире по месту жительства был обнаружен труп 52-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. Установлено, что мужчина в тот день употреблял спиртные напитки с потерпевшим. На очередную порцию алкоголя им не хватало денег. Тогда Оршанец предложил сдать принадлежащий ему мобильный телефон в ломбард. Ввиду того, что при нем не было паспорта, он попросил знакомого оформить телефон на его документы. Получив деньги, купили еще одну порцию спиртного. Во время застолья мужчина стал требовать хозяина квартиры, чтобы тот пошел вместе с ним выкупать телефон из ломбарда. Но последний отказался. Тогда Оршанец стал наносить удары руками по телу оппонента. После этого он вышел из квартиры и скрылся с места происшествия. И к теме дорожных новостей. Не уступил дорогу и попал в аварию. Это о ночном ДТП на пересечении улиц Немига и городской вал в Минске. По предварительным данным, 29-летний водитель автомобиля «Мерседес» при повороте налево не уступил дорогу встречному «Фольксваген». Столкновение было не избежать. С места происшествия медики для обследования увезли в больницу пассажиров такси «Фольксваген». А в этом случае необходима помощь экспертов, которые смогут прояснить, что произошло с легковым реноном КАТ и почему авто горело открытым пламенем. По данным ГАИ Минска, машина загорелась во время движения. Водитель успел выбраться из салона. Помощь на дороге ему оказывали спасатели. За год более 19 эпизодов, а ущерб еще подсчитывается. Но, как говорят, это может быть от 2 до 18 тысяч рублей. Сыщики Гродно установили и задержали подозреваемого в серии краж из магазинов на территориях Гродненской, Минской и Брестской областей. Это 41-летний житель Волковыска. В руки бойцов ОМОНа этот человек попал, когда возвращался домой после очередной кражи. В автомобиле обнаружены похищенные денежные средства и орудия совершения преступления. Установлена причастность фигуранта минимум к 19 эпизодам. Суммы похищенного составляют от 2 до 18 тысяч рублей. И следователями возбуждены уголовные дела. Командная работа и отвечать также придется всем вместе. По подозрению, в краже рыбы задержаны жители Ляховичского района. Оказывается, эта компания умудрилась вытащить сетями из замерзшего озера, а водоем арендный 165 килограммов рыбы. В милицию обратился владелец озера. По камерам наблюдения он заметил посторонних людей на льду. Уже на месте милиционеры у водоема обнаружили подо льдом сети и решили дождаться умельцев. И утром к озеру подъехал микроавтобус. Из него вышли трое мужчин. Собрав улов, погрузили в машины и попытались уехать. Но не удалось так. С хорошим уловом все и поехали вместе в милицию.